Ну что, пришёл я к тебе, Бабнина, чтобы, так сказать, ну, рассказать, чё творится, чё там это самое, куда мир катится, и так далее. Ну, начнём, значит, с международной политики начнём. Да. Там, короче, в Швейцарии скандал произошёл. Вот это вот Путин летом приехал в Австрию, начал танцевать с главой, ну, там не начал танцевать, а на свадьбе танцевал с главой МИД Австрии, Каррик Нехель, и всё, а потом уехал. А вот сейчас выяснилось, что поймали российского шпиона там в Австрии, представляешь? Вот так вот. Наша политика. Тарифы вырастут с 1 января, представляешь, на два раза. Правительство подписало указ, и тарифы за ЖКХ вырастут на два раза. Ага. Да. А теперь переходим к личным делам. Значит, мать... Почти уволили, можно так сказать. А вот? Мать, говорю, почти из школы выгнали. Верно. Да. Всё почему? Потому что... Потому что отец поехал в Москву, да. И на... Да. И не просто же поехал. У него деньги-то откуда? Его повезли, он там доложил ситуацию, и в семье доложил, что у нас творится в семье. Туда, наверх, в Москву. Да. Я не шучу, вот можешь позвонить матери и спросить, где отец. Да. И... А что в школе творится? И вот на директора, короче, проверка. На Александра Моисенко Кузьмича, директора номера школы 170 города Самары, началась проверка. Да. В отношении всех его грышков, ну там, брал, не брал взятки, где мошенничал. Ну, в общем, и так. И вот директор вызывает мать в кабинет и говорит, мол, Светка, я тебя увольняю за то, что ты дура. Нормально вообще? Я что делаю? Я звоню в департамент образования и в министерство образования, и уже там, и уже там замминистра и Самарской области Шляхтин, и федерального уровня Москвы, там уже с директором плотненько разговаривают. Ну, вроде все обошлось, и мать не уволили, хотя были близко. Вот что ты скажешь? Мать хотели уволить, представляешь? Эх, ты столько лет работа, да. Да. Матом ругается, ну, и не пьет тоже спорно, да? Она пива, нет, хотя нет, она водку не пьет, а пиво она пьет, правда, по праздникам, ну и вино, само собой. Я не знаю, что слышно там. Хорошо, хорошо. Но я пытаюсь переключать вот эту вот трубу, которая гудит сейчас, понимаешь? Чтоб ты услышала. Я слышу там. Вот, вчера, нет, вчера, позавчера, позавчера, был у бабушки, да. Ты? Да, я был у бабушки. Да. И бабушка зажиточная, ну, то есть зажиточная. И дорогие швейцарские конфеты, я сам видел, три коробки есть. Шоколадка самая дорогущая. Это? Альпенгольд у бабушки. Или нет, это не ее? Ее, ее. Я еще спросил, ее или тетя Людина? Она сказала, что ее, а я сказала, а можешь дать мне? Она сказала, да ты не заслужил. Да. Да, вот такие вот дела. Да, да, вот так вот. Мы, ну, покупаем... Когда мне не принесет, что ничего не принесет никогда. Вот мои деньги принесет, это, картошки, хлеба, кефира. Эх, ну, ну, звали, звали. Ну-ка, со светлой, со школой все обошлось. Пока, да. Ну, как сказать, на грани, на грани увольнения. Ай-яй-яй-яй. Из-за, из-за, и свет, из-за своего непрофессионализма, из-за школьных, из-за шкурных интересов директора Александра Моисеенко Кузьмича. Вот так вот, вот такие вот интриги. А я давно говорю, давай я жалобу напишу там в министерство, в департамент образования. Она, нет, что ты, что ты, я боюсь своего директора. А сейчас он ее поставил постфактум. Он на нее все свои грехи свел, представляешь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да-да. Вот ты че, че, че думаешь, че думаешь? Скажи, скажи, я в этой истории не веровал, а мать на меня все говорит. Да это ты, да ты там сидишь в интернете, да ты там общаешься с этими, ну как сказать, не с властителями, а там замминистрами, то да сё. Вот меня и вышли, вы вышли. Я такой, нормально вообще? Я тут с людьми езжу по Самаре, с людьми общаюсь. С очень классифици... ну как сказать, с очень профпригодными там. Да-да-да. А она лишь едет по ученикам, еще меня обвиняют в том, в том, что ее чуть не выпендрали из школы, представляешь? Чуть-чуть не выпендрали. Да. Легко ей. Угу. Легко ей, света, света. А Мишка ни при чем же? Я же сказал в самом начале, Мишка уехал в Москву докладывать наверх, да. А, чё в школе творится? Он не приехал еще? Нет. Кстати говоря, ну не знаю, может это Байка, конечно, но мне он сказал, что он лично с Путиным встречался. Вот так вот. Ай-яй-яй-яй. Да. Он не нагрет, не долго не возьмет. Да. Ну вот в Москве... Падет, что у Путина там команда не допустит его до Путина. Ну как не допустит? Он уже в Москве. Значит его уже допустили. В Москву многие ездят, но к Путину не многие попадают. Ну не к Путину, в администрацию. В администрацию можно? Вот, в администрацию президента, да. Вот он как раз ездил, нажал вот с этому, как там, Кирененко. Ну в общем, кто там отвечает в администрации за образование? Вот туда он ездил. Аж никогда не ездил. На мать нажаловался. Вот так вот. Ну не только там на мать, на всю школу номер 170. А это там же еще личная история. Давным-давно еще я, когда не учился, в году 90-м, он там вот ремонтировал школу, крыльцо, и с ним не рассчитались. Вот он злобу затаил. Ага. Не работает, а денежки нужны? Алишка не работает? Да нет, он-то и делал, ты чё, прослушала? Он поехал на работу, его взяли на работу в Москву, он в Москве сейчас трудится. Ты чё, я тебе третий раз уж об этом говорю. А слушай-ка, в Москве трудится, я не всех раз слышу. Да, да, он в Москве сейчас, да. И давно он дома? Так. Слишком. Неделю, неделю уже. И Маша никогда ничего не скажет. Да, она, конечно, я ей даже, когда я был, я у неё замечания высказал, что ты ведёшь себя отвратительно, что дед бы тебе так не позволил отвратительно вести и со мной, и с матерью. А она, бабушка Мария Николаевна, сандального, ведёт просто отвратительно и со мной, и со своей дочерью. Ужас, ужас просто. Тихо. Тихо. Сама такая, сама такая, вот такая, вот такая, вот такая, вот такая, прихерил, такая. Да, 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 да. Да. И всё, и злоба натаит. И понимаешь, однажды вот, б... Тихо, старый слышит всё. Ну что, я не против. Ну и что же. Ну ладно, хорошо. Машет, ребят. Хорошо. Ну и это самое. Что там ещё? А, да. И всё, когда я потом от бабушки вернулся, вот, вчера, вчера, она ворвалась ко мне в квартиру. Представляешь, у неё запасной есть ключ, чтобы вещи мои, деньги, ну и деньги воровать. И вот бабушка, ну сейчас не об этом, просто у неё есть запасной ключ. И она вошла и говорит, ебей твою мать, ты чё, ты чё с матерью сделал? Ты чё её позоришь? Я такой, не понял, какого хера, какого хера, ах ты бэ, старая. Хорошо, хорошо. Ах, да, да что. И весь дом будет её знать, и весь дом будет знать. Ой, да в том-то и дело, что все узнали, сейчас все узнали. У нас никто не знает, а что у вас узнали, меня не касается. А, да, да, не, а что-то вас не знаю, нас узнали давно. Нет, и никогда ничего не скажут. Да, да. А что у неё долго было, долго. И о чём беседовали? Не беседовали, она мне щит сорила, там варила, или супы лисиньки. Хорошо, хорошо. О чём-нибудь вы разговаривали? Нет, разговаривали, Тамара, она звонила. Так, из деревни, из Четыровки, ну и чё? Из Четыровки, ездили в кошки, Вася. Это бабушка ездила в кошки? Да нет. А, всё, всё, понял, Тамара, да. И вот эта маленькая девочка, за девочкой ездили, она отличница, вот о чём говорили. Вот, а так, не о тебе, я этот раз о тебе ничего не спросила, интересно. А должна была. Ты ещё раз обязательно спроси. Прям так и спроси, чё происходит в семье? Как она придёт? Она тебя, может, правда, навлёт, да всё равно спроси. И она, я спрошу, как линия сходится к вам, вот так я спрошу. Хорошо, хорошо. Чтобы... Можешь так спросить. Чтобы она не догадалась. Хорошо, хорошо. А бабушка, скажи, что бабушка очень коварная. Очень. Ага. Да. Вообще. По коварству ей нет равных. Если мать, ну, как сказать, ну, я не хочу свою мать обижать, но такая довольно-таки дурочка, но такая наивная. То бабушка нет, она на всех злится, она что-то там какие-то махинации прокручивают, то с грибами, то ещё с чем-то. Да, 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 да. Да, ой. Вот, обещали, кстати, ну, сегодня-завтра снег. Снег так и не выпал. Да. Ты, что по лесу будет? А я дома поел, я перед тем, как тебе, я дома поел, чтобы ты там не заставлять тебя что-то готовить. Молодец. Вот, спасибо. Вот ты только говоришь, молодец. Не папа, ну, папа ещё ладно там, не мама, не тем более бабушка, молодец. Не, не, не говорит, а вот бабушка, взять если бабушку. Да. Она говорит, что ты припёрся ко мне? Ах? Что ты припёрся? Ай-яй-яй-яй. Ну, давай, давай отсюда, Дениск, Дениск, ух, ух, иди отсюда, вот так она говорит. Эх ты какая. Да. Эх ты какая. Говорит, иди, ходи лучше к моей сестре, к Нинке. А-а-а, а сегодня вот, Дениса, а сегодня ни слова, ни слова тебе. Так, минуточку, завтра у нас в воскресенье, она не придёт, а придёт дня через два, через три, я скажу ей, чтобы ты у меня был. Не, 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 лучше держать в секрете, а-а-а-а-то она поскандалит, она, она скандальная, вот как-то соседи, я помню, этой осенью соседка сверху вышла там со своим сыном что-то перетереть, ну, там, я уж не помню, чё, ну, в общем, она услышала, такая вышла, а это же было поздно, ну, как поздно, ну, уже два, одиннадцать было время, и она вышла и говорила, Хватит, дайте мне поспать, представляешь? То есть, бабушка моя даже соседям указывает, что им делать, а что не делать. Я за это её не ругаю, вот вчера, я не спавшим, они, этот, татарки... Снизу, сверху? Соседи. Сбоку? Да. Ага. Вот не дают, это банкур у них татарки. А, ну это да, праздник большой у них, и чё? У них каждый день праздник. Ну это что? На банкур каждый день у татар. Каждый день. Я вышла и говорю, вы в покое дадите мне, нет? А они чё? Они как огрызлись на меня. Ух, татары в Самаре вообще просто. И это, ну, хоть потише встали, потише, до утра потише. Там и бурных татарки, и сабантуй, ну и попише. Ясненько. Ты чё ел сейчас? Макароны с сосисками я ел. Да? Да. Мать, берёт тебе сосиски. Из бедка. Очень редко когда бывает. Только булку ем. И воду пью, вот и всё. Как она говорит? Я, говорит, специально тебя на хлеб и воду посадила, чтобы ты похудел. Ахахахаха. А я, скажем, буду там в степени, народ. Эй, так и сказал. Она сказала, я для тебя знаю, как лучше. А ты заткнись, твари. Вот ты прям так и сказала. Только твари не сказала, но сказала, помолчи, заткнись. Эх ты. Уж у вас нету лада, нету никакого. Так, ты чё-нибудь окончил? Школу или? Да я давно уже. Да? Да. А сейчас чё окончил? Всё. Техникум какой окончил? Да уж давно, уже в 14-м году я окончил. Сейчас же 2018 год заканчивается. Ты чё? Ну, недавно, 3-4 года как закончил. Да. Это недавно. Да? Да. Ага. Комиссия была. А комиссия, в смысле, ну, в школе рассказывал, что творится? А комиссия была и на твоём заводе, СКБ Прогресс. Ты знала об этом? Нет. Не знаю, не знаю, чё там комиссия выявила, информация держится в секрете. Ну, в общем, какие-то неполадки с ракетами. Это я знаю. Да. Потому что... А вот я не очень подробно знаю, расскажи. Я знаю чё. Да, вот чё ты знаешь. А может, а мы в тот раз переговорили насчёт комиссии, что... Ну, как тебе, с чего начать? Счёт ни разу уж и... Нет, а холодно. Что-то же. Холодно. Вот. Ну, комиссия какая-то... Уже нет памяти, ничего нет. Ну, давай я дальше... Давай. Дальше рассказываю. Да. А вот недавно, ну, не с матерью случай был. В школе, в школе учительница второклассника Семёна Избила. В 37-й школе в Армурской области. В Армур... В Армурской. В Армурской области. Да, да, да. А мать мне говорит, а ты молчи об этом. Я говорю, учительница твоя коллега избила ребёнка. Как я буду молчать? Какое вообще-то твоё дело-то до этого? Она говорит, молчи, молчи, а то нас накажут. Говорит, отец там в Москве. Лично, говорит, президенту доложат там. Ну, в смысле, доложат о том, что там зверства учителей. О, а как мать жёстко воспитывает детей? О, постоянно на них орёт. Постоянно. Да, да, вообще. Фух, постоянно. В общем, вот. И там чё, скандал директором. Директор вызвал её в кабинет вместе с залучем начальных классов. Да. Да, и сказал вот так вот, значит, Светлана Анатольевна, вы своим незнанием предметов позорите школу номер 170. Напишите-ка заявление об уходе. Вот так вот сказал Александр Моисеенко Кузьмич, представляешь? Ей? Да. Она вам дома рассказала, да? Да. Вот так вот. Но я всё уладил, потому что на Кузьмича, значит, там есть департамент образования, там районный департамент образования и так далее. Денис, я не голухая. Тут всё слышно. Ну зачем всё здесь наше? А я обо мне, у меня голос громкий, что могу поделать? Не надо. А вот ты ждёшь снега, вот скажи? Кого? Ну снега ждёшь? Снега? Да. А зима? Ну ещё осень. Нет, у тебя какая погода больше нравится? Осень, там зима, лето, весна? Ну чем зима, чем осень? Ну зима тебе нравится, да? Да. А ты последний раз куда-нибудь выходила? Как? Последний раз, говорю, куда-нибудь выходила? Сейчас я свет включу. Включи. Последний раз куда-нибудь выходила? Последний раз? Да. На балконе? Нет, в смысле, я имею в виду на улицу. На улицу давно не была уже. Да, месяц не было на улице? Нет, меньше. Ага. И не... А послушай, а бабушка, вот тебе туалет, туалет тебе убирает туалет? Убирает. Да ты что, я сейчас посмотрю, как она туалет убрала. Ну как, воды полно наберет, так убирает. Ага. Ну да. Чисто. Чисто, чисто. Чисто. Она не убирает. Воды наберет полно, если бы это убирает. Ага. Воды наберет и еще раз тебя прослушал. И вон там тесто вот с этой. Ага. Ну хорошо, хорошо делает. Отлично. Ага, ну понятно, да. Сядь, сядь, сядь. Хорошо, сейчас сяду. Сядь, сядь, сядь. Сядь, 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 все, иду, иду. Иду, все. Иду. Сел. Ну что, она была сегодня? О чем-нибудь еще разговаривали? Разговаривали. О чем, о чем? За Тамару. И что, что, только вкратце можно о чем? За Тамару, за Васю. Как они в кошки сегодня ездили, как они... Нет, все, давай пропустим. А что-нибудь еще есть там, кроме Тамары? Нет. Нет. Ясно. Нет. И как, чтобы такого, что-то плохого, ничего она слова не сказала. Ходяков. Все утаивает, утаивает. Все боится, да. Нет, она это... Да, она однажды сказала, ну ладно, до вечера. Говорила, говорила с Тамарой и говорит, ну до вечера, а то Нина спать легла. Ага. И правда, я говорю, Маша, потише, и она от Анина спать легла. Ну как, мы тебе телефон починили с отцом, как у тебя телефон работает? Работает. Ага, ясно. Объектно. Ясно. Ну вот, скажи спасибо. Я говорила, спасибо. Нет, ты мне не говорила. Я Машу сказала. А мне ты не говорила. Ну, спасибо, спасибо. Ну, пожалуйста. А Маша, это спасибо, мне не передала. Промолчала. Вот такая вот она злая, злая у меня бабушка. Скажи, у тебя сестра злая, да? Ты потише видишь, я не отмечу. Я молчу. Все, все, молчу. Все, все, хорошо. Ты привык, дома смотришь. А что это вот эти вот татары, за тобой наблюдения, что ли, ведут, которые сбоку? Не наблюдения, а все по улице известно. Ага, прослушивают тебя, да? Прослушивают. Ну да. Ага. Им делать нехера. А может они это там, ну как сказать, ну как сказать, менты, может они? Нет. Нет? Нет. Вот. Вот такие вот. А, еще, еще одну историю расскажу. Я был очень, ну дома я работал над документами, над очень важными документами. Я их не буду рассказывать над какими, но на очень важными документами я работал. Тут звонит мать и требует примчаться на другой конец города, чтобы разобраться с ее документами. Представляешь, я у меня же по образованию, это, как там, документовед у меня образование в техникуме. И вот мать просит разобраться с ее документами, поставить там подписи и печати, надо правильно ей. Она не понимает, как это сделать, потому что надо поставить в электронном фиде, да? И вот я на нее так разозлился, я ей все высказал, потому что я работаю с важными документами, а ей, ей надо печать, подпись какую-то подставить на другом конце города. Нормально вообще? Нет. Вот, она требовала, она полчаса мне звонила домой на телефон и требовала, приедь, приедь, приедь. Я говорю, занят, занят, занят. Она говорит, если не приедешь, я, говорит, там, вообще уйду от вас. Ага. Ну, пришлось, пришлось ехать, и что? Вот эти я документы важные с ними не закончил, работу. И сейчас, вон там, люди страдают. Вот так вот, из-за матери люди страдают, ой. А вот скажи, вот был такой хоть раз, чтобы либо там от бабушки, либо от мамки люди пострадали? Было хоть раз такое? Ну, как-то там, я не знаю, материально, может быть, как-то там. Ну, в общем, как-то пострадали. Ага, вот расскажи поподробнее. Ну, так, чтобы сильно не было. Ну, слабо, хорошо. Потому что смотрели косо. Ага. Вот. Почему косо смотрели? Ну, может быть, не понравилось, как я чё сказала. Ага. Вот так. На тебя они смотрели косо, да? Косо. Ну, мне уже 90 лет, мне же такой несравнительный с бабушкой. Я могу где-то и не так сказать. В 90 лет, Дениса. Ну, как же, это мудрость в 90 лет. Да, мудрость. Вот. А как у тебя пенсию, хорошо платят, там, надбавка, надбавку получила или нет? А какая надбавка? Ну, я по радио слышал, то ли 700, то ли 500 рублей, что-то такое. А, это работающим пенсионерам точно. Это кто работает. Это я забыл, да. Это кто работает. Ну, в общем, надбавку ты не получала, да? За всю осень не получала. Нет, нет. А цены растут. А цены растут. Ну, говорят, якобы, якобы. А, ещё же я забыл. Налог хотят ввести. Какой? На, вот как сказать, на продукты. Представляешь? На продукты хотят ввести налог. Значит, подорожание продуктов. Да. Подорожание, не налог, а подорожание. Нет, ну, в смысле, ну, в смысле, там вот, чтобы вот акты, то есть, чтобы от производителя, там, конфет, сладостей, лимонадов, там, получало государство какую-то там дань. И цены, естественно, да, подорожают. Но пока это не ввели, но хотят ввести. Вот так. О, я ж тебе забыл сказать. Точно. Я был на митинге коммунистов 7 ноября. Вот, никто не был, ни отец, отец ещё находился здесь, потом он уехал. Он уехал примерно 10-11. Не 11-го он точно уехал, я вспомнил. И, эм, был на митинге коммунистов 7 ноября, в день революции, вот, колонной шёл там, всё как полагается. Да, со значечком Ленина. Ага. Да, в общем, вот так вот. И у нас был, не у нас был, а у коммунистов был митинг около драмтеатра. Где? Около драмтеатра. Драмтеатра, это, где у нас драмтеатра? Ну, Струковский сад, это. Струковский сад, да-да-да. В общем, вот. А отец и мать не разделили мои коммунистические взгляды, что всё должно принадлежать народу. А они, они говорят, да мы за Путина, да мы за Путина нормально, у вас государство денег дерёт, а вы за Путина. Надо быть за Сталина-Ленина, да, скажи, а не за Путина. Ну, было время, мы за ним были, а сейчас время такое. Да, запугали сейчас людей просто. Как? Запугали. А ты, кстати, была хоть раз на митинге 7 ноября в жизни? В жизни я была. Два раза. Ага. На трибуне. О, прям рядом с этим, как там, с секретарём горкома и оболкома, да? Да. Ооо. Я в серёте их стояла. Ага. А ты им что, а ты им что, что-нибудь на ушко шептал ты им? Нет, нет. А вот надо было там, я не знаю, ну попросить, ну я не знаю, что попросить, ну не знаю, ну что-то в общем попросить такое вот. Нет, потому что Лена была секретарём нашего Октябрьского, старинского секретарём. Да. И вот она меня, она на трибуне, она... И ты на трибуне. И я, она меня взяла с собой. А ты, а ты впереди стояла, да, к памятнику Куйбышева, чем она, или сзади? Мы на трибуне с нами стояли, а мимо нас внизу. Ага. Любишь меня. Да. Ну ты прям как, как он, советский лидер, прям на мавзолее. Я стояла молча... Все молчали, не только я. Я понимаю, я понимаю, Чётина, я понимаю, да. И был парад. Парад, да, шёл парад, а мы все стояли наверху на трибуне. Это я два раза была, меня Лена Пихонина, это Терепелкина, где я жила, учительница, сзади дом-то наш. Как в туалет идти. Вообще-то она умерла, уже с года два как она умерла. А это было-то лет 50-60 назад. Да, да, да. Вот. Была я на трибуне. А мы шествием, мы шествием проходили. От площади Куйбышева до Струковского сада, да. Да, Струковского сада. Вот так вот. Ну мало было людей, сейчас капиталистами стали. Даже он, мать, нигде, ну как сказать, нигде, только вот, ну в общем, тоже не учит, а зарабатывает денег. Вот, и главное денег заработать, а не учить детей. Ну чё, она... Вот мне так и говорит. Она чё, знает, она всё ученикам передаёт. Да, мало ли, а чё она знает. Вот, например, меня читать научила её коллега Инленкова. А писать я уж не помню, кто, если честно. Ну, в общем, точно не мать. А, бабушка, по-моему, меня научила писать точно. Точно, точно, да, я ещё сидел и калякули там, да, 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 на столе. Ну, такие вот, чё сказать, и то итоги осени. Чё ждёшь от зимы? От зимы? От декабря чё ждёшь? Снежно. Да, чтобы всё было снежным, бело и сказочно, чтобы всё было. Не это ночью, а ту ночь. Да я всё понял. Иди, 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 иди. Иди, иди, иди. Крым сказали, весь снегу. Вот, и мы как-нибудь будем по снегу. Такие дела у нас.